Сын Междуреченца Владимира Тымченко, Виталий, погиб в Чечне. Мужчина решил не оставаться с горем один на один. Объездил много городов в поисках родителей-однополчан. Восстанавливал военные события. Нашел переписки солдат. И сегодня Владимир Тымченко делится памятью со всеми. Междуреченец презентовал книгу. Екатерина Селиверстова продолжит тему. 25 лет прошло с начала Чеченской войны. 629 дней наши солдаты проявляли мужество и стойкость. Из Междуреченска на службу призвали более 450 молодых парней. В их числе был Виталий Тымченко. Эти ребята за взятие Фатоя, они были настоящие герои. 40 человек погибло, 20. 19 ранее, потом трое еще умерли от ран. События тех дней смотивировали донести правду до родителей, чьи дети также погибли в Чечне. С 1997 года Владимир Тымченко собирал информацию по крупицам, публикации о войне в СМИ, переписки солдат, встречи с командирами 245-го полка и общественными организациями. Посетил 11 городов страны в поисках родителей погибших. Все его труды отразились в уникальном очерке – дорогами мужества. Я этот материал очень сильно долго собирал, долго встречал с родителями. И вот это все выложил, как говорится, в духу книги то, что высказывали родители, то, что я думал об этом. Над книгой работала большая команда. Литературно обработать материалы помог Владимир Келлер, отец междуреченской журналистики. Дорогами мужества, я думаю, не случайно. Я ведь в этой книге попытался рассказать не только о ребятах, которые служили на Северном Кавказе, воевали, многие погибли. Я попытался еще заглянуть глубже. Дорогами – это дороги разных, ну, то есть предков, корней их. И вот к чему они привели своих детей. То есть они тоже прошли этими дорогами мужества. Верстка, дизайн, обработка фотографий. За подготовку к публикации взялась Елена Батурина, заместитель директора по новым технологиям Междуреченской информационной библиотечной системы. Ну вот у меня как бы некоторые истории там даже такие описаны, которые уже готовы сюжет для фильма. То есть вот на основе вот этого можно, то есть как наши парни, преодолевают препятствия, которые возникают. Ну и выживают. Молодежь какие-то ценности потеряла. А здесь именно вот описаны те ценности, которые, ну, из... свойственны русскому человеку. Очерки вручили всем гостям презентации. Жизнь идет, люди уходят, сменяется поколение, воспоминания стираются. Именно такие вещи, как книга, позволяют донести, сохранить память, отдать должное и не допустить подобных событий в будущем. Дорогами мужества – книга память. Чтобы мы никогда не забывали о героях и тех страшных событиях. Экземпляры издания будут переданы во все библиотеки города. Также авторы работают над новой книгой – к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Екатерина Сильверстова, Сергей Ремин. Новости. Мой Междуреченск. До конца.